В топ нерешенных проблем переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой ворвался земельный спор в Дубосарском районе. Конфликт вышел на уровень молдавских правоохранителей, приднестровские жители. В дело даже пошли кулаки, разбираться пришлось в четырехсторонней комиссии военных наблюдателей. Напомним, спор из-за двух гектаров земли. Месяц назад началась разработка карьера. По документам это собственность Садово-Огороднического товарищества «Дубосарский энергетик». Но администрация Кошницы, это село временно контролирует Молдова, присвоила участку кадастровый номер и продала его молдавской фирме. Речь идет о интересах жителей Приднестрова, наших граждан, которые спокойно выращивают у себя на участках сельхозпродукцию. Неожиданно туда приезжают бульдозеры и начинают что-то делать. Понятно, что проблема абсолютно неадекватная. Маркером, я уже говорил, является отсутствие этой проблемы раньше. Никогда ее не было. Это означает, что просто кто-то, наверное, решил испытать, может быть, и переговорный процесс на прочность, может быть, и реакцию Приднестровской стороны. Проблемы во взаимоотношениях Приднестровья-Молдовы растут. Кишинев нарушает работу механизма нейтральных номеров в стадии заморозки и реализации подписанного соглашения по телекоммуникациям и связям. В Министерстве иностранных дел говорят, Приднестровье все обязательства выполнило. Очередь за Молдовы. Позиция Кишинева всегда была неустойчивой, непоследовательной. На этом отразились, конечно, и перемены в правительстве Молдовы. Поэтому мы очень надеемся, что вот эти вот телодвижения молдовских коллег, они не приведут к ухудшению отношений. Мы все настроены на имплементацию тех договоренностей, которые мы достигли, на полное выполнение всех решений, по сути, мяч на молдавской стороне. В интервью глава нашего МИДа анонсировал встречу на уровне политических представителей. Диалог может состояться 5-6 сентября в Террасполе. Главный молдавский переговорщик Василий Шова приглашение уже получил.